Для того, чтобы сравнить эти числа, сначала нужно понимать, что такое факториал. Я дам пример, например, 7 факториал это все перемноженные натуральные числа от 1 до 7 включая. То есть это 7 умножить на 6, на 5, на 4 и так далее. Ну или, например, 5 факториал это будет вот вот эта часть из 7 факториал, то есть в 42 раза меньше, чем 7 факториал. Если все умножить, получится 20, 60, 120. Теперь, например, можно видеть, что здесь будет единичка, потому что 1 факториал это 1. 2 факториал это 1 умножить на 2, значит 2 можно убрать это. 3 факториал это 1 на 2 на 3, то есть 6. 1, 2, 3, 4, если мы умножим, получим 24. И 5 факториал мы уже ответили, это 120. Также 5 факториал мы знали, это 120. 6 факториал нам дает возможность записать его как? То есть 24 перепишу, здесь напишу как 6 умножить на 5 факториал, то есть на те же 120. А это значит будет 24 в степени 6, или оставлю без скобок, и все это в степени 5 факториал. Это очень большое число. И все это в степени 120, то есть оно явно больше, чем е. Его мы вычеркнем. Легко понять, что 1 в любой степени, какой бы ни взяли, будет единица. Это мало. Дальше, если мы попробуем c записать как 6, все это в степени 7, и все это в степени 6 факториал, мы явно поймем, что это число даже не равно, а больше будет, чем 24 в степени 6 факториал, а это буква d. То есть c больше, чем d. Я вычеркиваю d. Ну и аналогичным образом попробуем разобраться с тем, чему равняется b. Это будет 2 в степени 8 умножить на 7 факториал, а значит это будет 2 в степени 8, и все это в степени 7 факториал. А это в свою очередь 2 в восьмой степени. Это 2 в четвертой умножить на 2 в четвертой, или кто помнит, это 256. 16 на 16. Запишу это 256 в степени 7 факториал. Ну и 256 в степени 7 факториал явно больше, чем c. Это всего лишь шестерка в степени 7 факториал. Поэтому c тоже проиграл, и b оказался самым-самым большим. Пусть будет с отметочкой.